Чего? Кидать его. Кидать его. Чего они ждут? Вот там вот, в оранжевой маечке, например. Смотрит. Которые массой в варенье будут. Да, они по вниматству пришли, говорят. Смотрит. Почему тут боится? Посмотри там, что творится. Чего за пидурок с камерой? Чем дальше сидят, тем лица глубее. А вот, смотри, компания на втором ряду. Вон те девицы. Интеллект есть лица? Еще какой-то идиот сотовый телефон принят. Сейчас я посвечу. Вот ща. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ликбез удавался вечером. Но тебе придется за это чем-то пожертвовать. Да? По барабану. Придется вечно продаваться на выборах. Вечно, вечно. Вечно считать лекции вот этим вот дебилом. Снимать ремейки Зова. Сидеть по ночам в контакте. Вечно. Так, согласен. Но самое страшное. Придется вечно издавать. И вечно издавать барнаул литературный. Какой барнаул? Какой литературный? Да? А ты кто? Я горник. Продлеть, я вас вечно путаю. Чего ты хочешь? Да я про ликбез. Ликбез. Ладно. Будет тебе ликбез. Но за это тебе придется вечно исполнять чужие желания. Раз твои такие дурацкие. По барабану. Воображарю доктора Ка. Добрый вечер, дамы и господа. Не проходите мимо только сегодня. Только для вас. Этой ночью доктор Ка исполнит все ваши желания. Он скачет на скакалке. Он предсказывает будущее. Все, все, что не пожелаете. Все исполнится у вторка. Даже увеличение члена. Все, все. Хотите квартиру по ипотеке без процента? По худению без денег? Нет. Или, может, вы хотите бесплатные воздушные шарики и мороженое? Тихо. Кто? Вы? Да. Вы! Молодой человек, вы! У вас, я вижу, есть желания. У вас есть мечты. Проходите на сцену, а не осуществятся. Поаплодируем этому смельчаку! Так чего же ты хочешь, друг мой? Я не знаю. Я пус. Подумай, Заш. Ты в этот. Подумай, чего ты желаешь? Как ты хочешь это исправить? Да. Не хочу стать на полный. Пройдите через эту дверь. И вы будете измельчены. Действительно, на полный. Как район? Доктор Парнас. Управляем листой? Может быть, еще кто-то желает? Молодые дети. Не стесняйтесь, выходите. Мне нужен красивый молодой человек. Держи. Не, ну, давайте. Молодые дети. Еще, 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 еще. Не откажите девушке. Держи. Где? Кто же, Господи? Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Не стесняйтесь. Да, я хочу. Да, я хочу. Да, я хочу. Я хочу. Но откуда мне знать, чего я хочу? Как это назвать? Как назвать то, чего я хочу? Откуда мне знать? Откуда мне знать, может быть, я в действительности не хочу того, что я хочу? Может быть, на самом деле я и не хочу того, что я не хочу? Это все какие-то странные и неуловимые вещи, которые исчезают. Все это мы только назвать. Знаете, как они исчезают, тают, растворяются, как медуза на солнце? Ну, знаете, мое сознание хочет победы вегетарианского во всем мире, а подсознание изнывает посочную кусочку мяса. Так чего я хочу? Вот, например, вот это вот, вот это покупное вдохновение. Ну, допустим, возьму этот ящик, да? И вернусь в этот богом забытый город гений. Но ведь вы следите, следите за мной. Ведь человек, он же выше, когда он мучается, сомневается. Ему постоянно нужно что-то доказывать себе и окружающим, что он чего-то стоит. А если я выйду в этот ящик, я вернусь гением. Я буду знать, что я гений. Какого черта мне тогда писать? Какого черта создавать произведение? Это никому не будет нужно. Вообще, все мы живем, все мы живем, чтобы... Ну, мне кажется, это чья-то какая-то идиотская выдумка, ей-богу. И ведь все хотят знать чья. А какого толку в этих знаниях, зачем они нужны? Кому они помогут? Чья совесть заболит? Моя? У меня нет совести, у меня есть только нервы. Совесть... Это... Сволочь какая-нибудь обругает? Рано. Другая сволочь похвалит? Рано. Сердце вложишь. Душу вложишь. Сожрут. Мерзость из души вынешь. Сожрут. Я думал, что мои книги позволяют кому-то становиться лучше. Кому это нужно. Кто к этому готов? Кто к чему-то тянется вообще? Не знаю. Ничего не знаю. Ничего не могу сказать. Чего вы ждете? К чему вы готовы? Ради чего вы готовы на что-то? Будущее раньше, оно было... Оно было продолжением настоящего. Все перемены были там, где-то за горизонтом. А сегодня будущее с настоящим сливается. Вы готовы к этому? Они не готовы. Они ничего не хотят. Они ничего не хотят знать. Они жрут. Жрут. Я буду успешным писателем и точкой. Поклонницей, рейтинг и гонорар. Ищи. Да, знал-от, стало знаменитым. Похл옥 и выключателем, где-то было не сел. Пусть выйдет, он же теперь известный представитель. Привет, привет. Наташа Николенко засмеялась. Все остальные меня снова не узнали. Я Борис Мастернаков. Ну, буду читать стихи Владимира, так могу. Смерть огромным богомолом Шла по лезвию ножа, Кровью мыли протоколы С того света сторожа. Солнце встало над страною. День звеня ушел в зенит. С непросохшей головою Скуля жалеты врел пиит. На обочине дороги состоялась Встреча их. Богомол читал на клоке, А поэт свой покрастил. Неразбавленное пиво молчаиво пил народ, А поэт глядел лениво В постаревший небосвод. Духовой оркестр играет, Духи в дудке дуют. Вот остановка кольцевая Ключник курит у ворот. Саквояж, очки, рубашка Все забрал. Пальто, пиджак, с коньяком Седая фляжка. Ключнику за вход. Итак, Богомол сидит В кармане у поэта. Пять минут им осталось жить В стакане, если музы не спасут. Я немножко сейчас отмешусь, Потому что мне пришлось через Буквально две эпохи Два поколения прыгать по ступенькам. И вот я здесь. Повтори ее имя сто раз, И имя исчезнет. Оно растворится в стихах, Молитвах и песнях. Оно станет чем-то иным, Иное не мучит. Оно станет тем и другим, Что выше нас лучше. Об имени то вспоминать Я больше не буду. Пусть веток поверят любви, Как сказки и чуду. Пусть скоро забудется все. Отныне я знаю, Как стонет под ливнем любви Ногая-тоная. Теперь я свободен, шепчу. Но сам я не верю, Что хватит мне сил не войти В открытые двери. Ведь тело твое, Только плоть, Приманка для духа. И есть уже время, Когда ты станешь старухой, И нет ничего, Что спасет тебя от забвения. Забыть, Как бежали мы в дождь, Мелькали колени, Купили билеты в кино, И внутрь от потопа, А там на экране Ковчег плыл вроде в Европу, Библейскую долгую ночь В ряду предпоследним. Мы плыли в ковчеге, И Бог шел по морю следом. Я голос запомнил, Как ты сказала сегодня. И мы целовались весь фильм, Смешно, старомодно. А имя твое я забыл, Но видел однажды, Как пил это лень от рукой, Спасаясь от жажды. В тишине на сцене, Видимо лежа, Лежу, поджав колени, В кармане анаша. Пиджак актерский старый, Дырявые штаны, У края биографии, Посреди страны. Несыгранные роли Летают надо мной, И тут я главный самый, И там почти герой. Здесь, в фимиане, В дыме, в пожаре и огне, Скачу на самом лучшем, На шахтанном коне. Смеюсь и тут же плачу, И снова похочу. Мне море по колено, И небо по плечу. Цветы на сцене, В зале кричат мне «Браво, Бис!» Я Гамлет, Я Ромео, Я Дон Жуан, Борис! И что мне эта фотка? И что мне конопля? Я в пьесе, Я в газетах, Я снова у руля. Нет больше комнатушки, Где я живу один, Теперь я Марко Поло, Теперь я Лайн Грин. Скрипят на сцене доски, Качается театр, Мир к финишу подходит, И я выхожу на старт. Комедии и драмы, Трагедия и фарс, Я больше не массовка, Не театральный фарш. В разгар великой драмы, И пьесы на крови, Не жди аплодисментов И зрительской любви, Ты алкогольный гений, Ты спившийся талант, Ты в смокинге, В цилиндре, На шее алый бан, Звонок звенит на сцену, Второй, Дерзай артиста, А третий, Он последний, Выносит рот на песок. Когда меня совсем не будет, Я буду где-нибудь не здесь, Со злыми ангелами студий, Из одного корыта есть, И, поверкнувшись костью старой, Захашляюсь до слез, А Бог дыхнет над миром перегаром, И выхнет душу за порог. Эпитафель. Моя дорогая А, Ты стала пеплом, То есть удобрением Для будущих засранцев. Луна, Обившись дождями, Почти ослепла, Несет ее кто-то, Засунув в тучу, Как в школьные ранницы. Этот кто-то, Большой человек, А точнее, Ребкая сволочь. Он купил на небе Три участка земли И четыре тонны дождей, И каждый день, Когда наступает полночь, Он наливает мне лужу крови, И говорит, Камар, пей. Мне страшно жить В самом центре этой глобальной смерти, Вокруг только черные, Красные и круглые квадраты. Дорогая А, Если ты думаешь там, В своем бепле, О сместе, Мы уже мертвы, Как забытых Звездных войн Неизвестные солдаты. Я лежу и считаю слонов, Мне не спится Улов мой таков. Триста грустных слонов Строго в ряд По беззвездному небу летят. Так всегда, Как я вижу слонов, Я от счастья заплакать готов. Если в небе слоны, Значит, Мы пережили осаду земли, Значит, Это весна, Это жизнь. Раз слоны устреляются ввысь, Но не все любят добрых слонов. Вот сосед мой, Поэт Иванов, Закричал, Прекратить этот бред, Запустил сковородкой им вслед. Улетают слоны моих вдаль. Это глюки, А все-таки жаль. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А сколько можно? Пойдем! Ужасно! Это ужасно! Что? Топать! Да плевала я вообще на вас! Скорее того, что там делительная работа Ходит тут с пивом, нарушает Вообще кошмар Идет какая Ты еще и куришь? Да пошел! Ничего не знаю А это у вас что? Случайно не камера предварительного заключения? Это машина превращений Это машина превращений Да по барабану Посидит, успокоится Вот что у меня осталось? Отпуститься! Пойдем! Идет ура! Пойдем! 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 Это на башке транзисторы, мейкап, отвязные, тринадцать стульев в кабачке. Анасис, Келадима, Сандра, коктейль иллюзий и идей. Небиротворческим десантом заброшены изъезды дэй. Телепортирован и ловко, как в детской книжке персонаж. И эта нуль-транспортировка одушевляет наш пейзаж. Щелкаем семечки на корточках, сидим, вот кофе в средний рот произвели. Останется ли город невредим? Кто защитит родной клачок земли от писающих пиво по углам, от куннов убивающих язык? Меня сегодня цапнула пчела, и это был не самый худший миг. Так, после социального, мы только как маков, так тоже можем. Но дальше уже опять политическое все незрело нужно. Нежность — это от неги, это не от любви. Унесли печенеги, ручки-ножки мои, голова у меня тело. Не люблю подлеца, у меня достаточно тела и лица. А, и то, что я говорю к финалу, в смысле, вы требуете... Где помидор? Так, что-то еще. Здравствуй, чем мне сейчас хорошо, революция победила, Притворяется жизнью стишок, притворяются кровью чернила, Или родина, или смерть, или с наглостью арестанта, На тебя не мигает смотреть, мой любимый, мой командант. Вау! Здравствуйте. Котяра. Так, ну я вообще, конечно, в шоке. Я, наверное, парочку почитаю, только не буду уж сильно пытать. Не жди меня, я за победой, а значит, больше не вернусь. Не надо приходить по средам на станцию, тревожить грусть, Смотреть, как те из нас вернутся, кто проиграл свою войну, Кто, продав за ордена на блюдце свою последнюю игру. Не жди меня, я ни к обеду, ни к ужину, ни через год Не принесу домой победу, моя победа, мой поход. Да, пусть другие верят просто, что если кончатся бои, Они получат с неба звезды за злые подвиги свои. И пусть они зовут победой, разруху, голод, беспредел. Не жди меня и в эту среду, я умею, я так захотел. Это день победы, ворохом в гробах. Это праздность, сединою на висках. Это старость, со слезами на словах. День победы, день победы, день победы. Ну и лирическое боли. Неприятно мое резонирует пение, Потому что опять острова обострения Раскололи грудины моей материк, Искорежив и вывернув музык язык. И мой голос, дрожащий и резко завышенный, На картинках твоих разлетится над крышами. Будет ночью будить нарисованных жителей, И полотна твои станут вдруг раздражительны. Мой нестройный напев поведет их дорогами, В лабиринт тупиков, бесконечными сроками. И картины, как будто уже не твои, Вдруг начнут с твоих стен моим голосом быть. И когда, наконец, с тобой встретимся личному, Ты попросишь не петь меня фразой привычную. Замолчу, и обычно продолжится день, Но останется в доме твоем моя тень. Неприятно у нас резонирует мнение, И как только опять острова обострения Разорвут в моих мысли больной материк, То язык моих музык сорвется на крик. Спасибо. Ну и, пожалуй, все на сегодня. Есть предложение вот этого альфа-самца сейчас продать с молотка. Есть желающие? Начальная цена лота 100 рублей. Девушки, подключаемся. Кто отдаст 100 рублей за воровца? 100 рублей. Человек на парапорте. Милиционируем оригинал. Давайте. Да, что-то неактивно. Может быть, нам до 50 понизить или не надо? Давай до 50. 60. Кто 60? Молодой человек, вы 60? Кто сказал 60? Какой ужас, даже полтинник они дают. Да вы что, это же воровец. 100. 100. 100 рублей. 200. 200 девушка на первой партии. Раз. 200. Два. 500. 500, молодой человек. 500 раз. 500 два. 500 три. 3 рубля. 503 рубля. 503. Продаваем молодому человеку в галстуке. Деньги покажем. Охранник в мой бассейн пошли. Что, золотая вещь? Я хочу, я тоже хочу. Хочу. Хочу быть поэтом. Нет, поехали. Нет. Это совсем поэт. Число без пола. Число без поэт. Хочу быть поэтом. Приходится. Приходится носить здесь. Так желание, мое желание в прошлой жизни исполнилось даже еще. Как писал когда-то Набоков, Н. Писатель, ненюшин и снобу, и атлет со своим каким-то, вы помните? А наделенным огромным опломом. Вот он мой, он настолько велик, что я его таскаю с собой. Стихов теперь. Стихов теперь. Близко не подходить. Стихов. Горячая горечь твоих волос, Будучая в закрытых глазах, Я проснулся и поднял тост за нашу ночь. На чужих лесах небо качнулось. Четвертый раз падали звезды в грязный стакан. Здорово умирал закат. Медленно по квадратам газ. Стопу продлился мой лучший сон. Мне до рассвета опять не спать. Взятый веку полночи миллион злыми копейками отдавать. Бандовская баллада. Всем пора. Пустая полторашка, Ёжица в огне. Это острова, это жизнь серебряная фляжка. Черная дыра, море нелюбимо, нелюбимо. Всем пора. Чего тебе еще золотое небо цвета, дыма, как замочек? А щелк с кем теперь отправиться в походы наше волшебство? Это жизнь, огни ее и воды были. Для чего? В ресторане. Никотин наполняет верхушки легких, А не желатеют, как на каратине художника. Их закатные горы, Но на Сопке, на Сахалине я там не был. Я не был негде, но Море наполняло сердце везде и всюду. Даже в издетежном полночном разговоре Я ему понимал отрицанием от чуда. Все равно догонит меня. Догонит, все равно обманет меня. Обманет. И не важно уже на каком перроне, За какую доверью, В каком стакане. Но моя мера не там, Что несет в бутылке гладко выбритый пидор В дешевом фраке. Не во взгляде его, не у смылки. Она там, поступающим с моря в раке. И я придаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто же будет желать? Может быть, нету, правда? Можно замуж? Да. Да. Куда? Да. Может быть, и мне даже попробовать? Я хочу... Я хочу замуж! Какой замуж? Давайте, а может, я буду с вами с ним в главной роли? Неинтересен ли я ваш дом? Я хочу замуж, ведь трое детей. Какие дети? Зачем дети? Ну как же? Это ведь как интересно. Мальчик, или скидочек? Ничего интересного. Давайте я уже по старотуру строю, закзай. Философии? Да. Как те опады. Ну, давай, хоть красивого скид. Калия, я лучше в Турции. Сучка. Доставься. Хожу от вас. Да. Все. Вам не так? Что ты делаешь? Не так, что делаешь? Как ты делаешь? Да. Не так. Творка. Горьев, что вы здесь делаете? Мои зрители ждут, я дышу арене герубцов и дровочек, вы счет вам усилий, закройте штат! Невозможно работать в такой атмосфере. Сдаем деньги на бумажный репресс, дамы и господа, сдаем деньги на бумажный репресс, молодые люди, ну по 10 рублей хотя бы. Пожалуйста, Лиза, ты мой легвез! Люди, вы что? Вы знаете, моя мама говорила, зачем ты связалась с этим горлом, зачем ты ему помогаешь с этим легвезом? Ведь его никто не читает, прибыли никакой, даже рекламу не разместить. А печатаются кто-то, знаете кто? Одни графоманы. Просто печатаются. Вы думаете, кто-нибудь хочет подавать душу с писателем? Да ничего подобного. Спросов? Никакого. А он, он курит. Посмотрите на него. Он же коммунист. Он же... И я все это понимала. И, конечно же, понимаю. Только, знаете... О, спасибо. Только, знаете, пришел он ко мне... Жалкий... Такой... Такой... Чёрный... В ясном... Ветерочки... Бедный... Глазки грустные... И говорили мне... Пошли! Я пошла. Знаете, не сколько вы жалели, потому что... Не было бы счастья, как и не было надежды. Без меня его души. Неужели ты не видишь, что он в руки исполняет чужие желания? Дьявол, ну пожалуйста. Это потому что желания такие дурацкие. Может быть, тогда я догадаю желания. Попробуй, но придумай что-нибудь оригинальное. Я хочу мальчика. Не то! Ещё одного мальчика. Не то! Ну, может быть, точно. Я хочу, чтобы вы года разрутили по камерам. Ну, не то, все равно. Может быть, мировой революции? Теплее, но не то! Слава, Слава, верь мне, да, врать мне. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! По поэтию, конкурс поклонников Владимира Токмакова и Натальи Николенко. И многое другое! А сейчас встречаем Митяя Уранхая. Такие аплодисменты я бы не вышел. Митяй, не знаю. Плодисменты нас любим, любим, да? И стихли, как канонада, плягануха после, на самом после итоговой битвы. Ну давайте, ну, похлопайте еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне все равно потребность пока откнуться еще, чуть-чуть отстроиться, как пару минут. Браво, ребята! Браво, ребята! Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ Суперлин, шинякай, друзья мои! Сегодня я счастлив объявить о том, что минуло ровно 10 лет. Именно сегодня, не раньше или позже, то бишь 31 мая 2010 года, исполнилось ровно 10 лет, с тех пор, как умерла идея, населявшая новую душу. Звалась-то идея Митрофан Насосов. Я сейчас вот просто решил реанимировать в вашей памяти, а может быть, кому-то просто, кого-то познакомить с его наследием. Вернее, частью его не особо обширного, но все-таки наследие Идаков. Сейчас будет немножко песен Митрофановский. Лонглифт Насосовщина. Лонглифт Насосовщина. Лонглифт Насосовщина. Лонглифт Насосовщина. Лонглифт Насосовщина. Идем Митрофан Насосовщина. Лонглифт Насосовщина. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Она это знает, знает давно, что лучший любви сильнее, чем и вновь альтернатива, моя альтернатива. Играет музыка. 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 Продолжение следует...